в данном видео хочу поделиться с вами способом как можно в домашних условиях сделать самостоятельно вот такую отделку для дома это будет отделка из недорогих материалов которые остались у меня вот поклейки пенопласта я такой уклон угол только делаю остальное у меня будет сделано скорее всего набросом шубы другим цветом более светлым для того чтобы был такой контраст для этого необходимо обыкновенные материала вот это вот у меня клей который остался от поклейки пенопласта он есть там crazy 220 210 но в принципе без разницы какой клей это должен быть клей для наружных работ что я еще использую но в принципе я буду еще немного экономить буду добавлять цемент песок по сути дела две третьих ведра будет клея 1 3 смеси песка и цемента получается 1 6 часть цемента 1 6 песка вместе это будет 1 3 ну и потом две трети еще самой смеси я покажу это и обыкновенные инструменты у меня вот такой опрыскиватель я стену мочу перед тем как набрасывать это нужно для того чтобы не так быстро высыхала клеевая смесь на стенке в данном случае здесь в этом углу я даже не грунтовал сверху по этой стенке но в принципе дальнейшем планирую и грунтовать клей уже слежавшийся он немножко с такими год простоял есть камушки но с клеем тут не вопрос они расходятся но есть у меня камушки даже в цементе дальше я покажу что меня в принципе это не пугает потому что те кусочки которые там остаются камушки они даже будут помогать мне в отделке по красителям для того чтобы краситель не выгорал он должен быть железоокисный есть красно-коричневый железоокисный краситель а есть вот в данном случае справа это железный сурик он тоже это железоокисный краситель но в карьере добывается и там есть еще и примеси кроме всего прочего он дешевле намного чем чем стандартный железоокисный краситель в пять раз приблизительно дешевле поэтому я буду им пользоваться черный тоже я использую его купил немножко меньше этот краситель я дальше буду использовать и для плитки для дорожки которые вот здесь уже приготовлен вот эти швы я буду я закрашиваю черным красителем ну и как видите как-то растираю черный краситель даже такие немножко остаются потом мочалкой растираю остаются небольшие вот такие потемнения на кирпичиках они как бы состаривают немного кирпич как он делается но вот когда прокрашивается кисточкой по швам краска немного выходит за пределы полосок и тогда вот такими движениями мочалкой слегка растираю и вот остается такой разнотонность это улучшает такой вид хотя но на любителя и так набираем одну третью смеси цемента и песка как видите цемент не очень больше года простоял слежался все в принципе на глаз хотите можете делать точно но для меня это не принципиально одинаковое количество цемента и песка получается один к одному смешиваю миксером все это дело причем самые большие кусочки нужно будет убрать потому что они будут в принципе мешать а вот остальную часть 1 3 часть ведра 2 3 будет клеевой смеси но кусочки в клеевой смеси они такие мягкие и при расколачивании ух они уходят а вот кусочки цементно-цементные кусочки цемента они уже в моем мешке они уже твердые бывают кусочки которые расходятся при взбивании в миксере потом с водой ну вот такие вот твердые их нужно отобрать поэтому я взял такое сито достаточно большая ячейка почему потому что меленькие камушки как потом увидите они даже так скажем улучшают структуру крупные я убираю самая крупная можно убрать а мелкие там пусть остается они не портят всю картину ну сейчас я добавлю уже теперь краситель краситель нужно добавлять до того как добавили его чтобы он хорошо распределился и потом комочками в воде не в воде не образовалась комочков поэтому сначала его размешиваем в растворе смеси и воду будем уже потом добавлять тут уже какая будет концентрация воды вы сами определите как вам удобно наносить но сейчас добавим клея как видите сейчас разбавляем размешиваем миксером до однородной части и затем вот при добавлении воды получается вот такая липкая кривая смесь у меня это будет фасад углы будут с двух сторон вот с левой стороны и там с правой стороны это фасад поэтому я хочу сразу замешать два ведра чтобы и с левой и с правой стороны был одинаковый цвет при добавлении красителя может оказаться что один немножко краснее другой коричневее поэтому сразу сейчас два ведра замешаю в этом тазу вместе их перемешаю чтобы не было разноцветится если вы делаете угол где-то в другом месте плюс-минус небольшая разноцветится не так играет роль но на фасаде это будет видно поэтому я замешаю вместе на остальных углах я этого не делал вот так я замешал здесь два ведра как раз ну и сейчас приступим к набросу на стену набросую я просто у меня есть устройство которое позволяет быстро наносить я им наносил когда например приклеивал пенопласт много очень материала наносится но здесь всего два ведра есть видео по изготовлению такого специального хоппера без обычно хопперы используют компрессор а у меня обыкновенный механический хоппер который сразу на гребенку на нас она или на гребенку он такой на пластину набрасывают прямо на стену но его нужно мыть я поленился но видео как изготовить на канале у меня и как пользоваться таким набросом устройством для наброса можете увидеть я пользовался 10 миллиметровый гребенкой если хотите сделать толще можете 12 миллиметровый гребенкой пользоваться собственно все теперь обыкновенной гладилкой разглаживаем причем помните я говорил что там остаются камешки и они даже так в какой-то степени попадаются все время и роль такого небольшого края выполняют поэтому в моем случае я даже не пугался этих камушков таких и оставлял чем чем больше разнообразие в структуре тем поверхность даже лучше выглядит обращайте внимание на углы здесь немножко оставлять можно больше лишнего а потом когда она подсохнет немножко сможете углы проработать более тщательно выглаживать до ровного не нужно потому что сейчас увидите что потом мы все будем портить будем делать рисунок он должен быть разнообразный поэтому собственно большие ровности здесь не нужно просто убираем суть в том чтобы разровнять гребенку собственно но гребенка нужно для того чтобы распределить материал равномерно по всей плюс-минус равномерно по всей поверхности ну собственно вот этого и достаточно сейчас берем теперь уже гладилку гладкую без гребенок и обыкновенными движениями притулил потянул приплюснул всей поверхностью потянул можно всей поверхностью можно частью передней поверхности ну в общем притулил всей поверхностью и потянул и собственно появляется вот такой рисунок вы можете сделать рисунок в любом направлении можете сверху вниз по диагонали ну вот смотрите такая поверхность получилась в принципе кто-то оставляет такую поверхность по всей длине и пусть так и остается но я решил что это будет кирпичик как-то у меня всегда была такая идея сделать сделать такой лофт кирпич именно под наклоном давно эта идея зрела ну вот как-то она реализовалась как видите после того как я уже нарисовал я могу еще исправлять если вам мало рисунка снова по этому же самому месту можете снова притулить и потянуть притулить прислонил потянул прислонил потянул и получается вот такой рисунок я сейчас это сделаю еще сверху ну и будем ожидать пока оно прихватиться прихватиться до той степени когда уже не будет браться не только не будет липнуть но уже так пришерху немножко сверху потому что когда начинаешь разрезать на кирпичики когда он еще липкий он тянется и отрывается кусками поэтому ну там вы посмотрите приспособитесь нужно подождать пока оно уже так плюс минус подсохнет и не будет тянуться кусками за отверткой я нарезал обыкновенной отверткой или узким шпателем тоже в принципе неплохо нарезается но я буду делать это просто обыкновенной плоской отверткой ну вот такая ситуация как видите он уже так не берется за руку даже особенно не не вминать еще немножко вминается но нужно прикладывать усилия я разрезаю с помощью как я сказал отвертки и использую для этого правило у меня с правой стороны с той стороны уже есть нарезанный кирпичик поэтому я к нему привязываюсь смотрю на ту сторону и с этой стороны ставлю уровень если у вас уровень с правило с уровнем то еще удобнее у меня такого нет поэтому я каждый раз ставлю приметился на той стороне чтобы совпало выставил по уровню каждый раз выставляю по уровню и прорезаю получается что я отверткой по низу делаю такой прорез до самого конца потом делаю прорез на высоте ну какой вам надо я делал миллиметров 6 еще одна линия а потом когда оно сдвигается вниз эта полосочка потом когда снизу начинаю еще раз проходить по тому же самому месту то все выпадает но оно как бы не выпадает выпадать будет если оно совсем подсохнет я еще делаю по-свежему оно так выковыривается но что-то там остается я его не трогаю потом когда буду кисточкой проходить оно само будет выпадать поэтому не заморачивайтесь не не очищайте до самого конца собственно это так делаю горизонтальные полосы у меня провила 10 шириной 10 сантиметров и поэтому я делаю 10 сантиметровые полосы 10 сантиметровые кирпичики и так шаг за шагом ставлю единственное что когда я делаю первый раз я делаю все по уровню ну а когда у меня с той стороны уже есть прорезанные кирпичи то я привязываюсь к той стороне собственно и все так я делаю вертикально горизонтально ну а вертикально тут вы сами выбираете длину я выбрал длину кирпича 25 с половиной сантиметров пол сантиметра уходит на шоу остается 25 сантиметров ну и так через один подставляю и я не замеряю а просто иду снизу вверх ставлю по уровню и прорезаю собственно вот так это все получается причем вообще не отмеряю только 25 сантиметров потом на глаз делю пополам этот кирпич и иду снизу вверх не придерживаюсь никаких строгих измерений и потихонечку иду вверх 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 я иду снизу вверх не знаю может быть кто-то делает это наоборот но я иду снизу вверх ну собственно и так продолжаю до самого верха это не сложно прорезал внизу потом через там 6 миллиметров делаю вверху прорез немножко такая полосочка опускается вниз потом снова снизу она выпадает с основной частью вот так и оставляю не трогаю увидите что на самом деле это не сложно и хочу обратить внимание что вы можете делать разный блок сначала я хотел делать вообще такой как шлакоблок размером большими блоками но потом все таки решил сделать под небольшой кирпичик вот одна полоска вторая потом по старому прошел она выпала одна вторая по первому прошел но все и так продолжаю по всей длине не замеряю а просто выставляю по уровню и делаю вот такие насечки общая глубина толщина наброса получилось где-то около пяти миллиметров может быть четыре или пять миллиметров я не замерял но не глубокая совсем поэтому если хотите более рельефный более толстый тогда нужно делать гребенкой не 10 миллиметров а 12 или может быть еще более толстой но я делал у меня оставалось немного клея из того что оставалось решил что этого будет достаточно ну вот тут единственное что важно правильно стыковать с обратной стороны чтобы кирпичики были правильно стыкованы но а когда будете прокрашивать оно все все эти лишние вещи они удалятся вот так мы прокрашиваем смотрите очень жидкий состав той же клеевой смеси короткая кисточка обрезанная она такая была твердая со старой краской осталась плотная я ее узенько обрезал оставил только серединку и вот как видите там еще остались вот эти не выпавшие кусочки они смешиваются еще не высохло вот так вот если вдруг капнуло и размазал то что выходит его можно по кирпичику размазать и вот эти черные полозни остаются и потом это немного состаривает камень вот вот так вот можно размазывать и в таком случае будет такая разноцветится все делается очень просто поэтому как видите с помощью обыкновенных материалов обыкновенных инструментов можно делать вот так издалека выглядит угол который я только что сделал как видите он еще влажный потому что я его постоянно опрыскиваю опрыскивателем для того чтобы он успел схватиться потому что ветер обдувает обсушивает а я его потихонечку опрыскивателем мочу для того чтобы цемент который я туда все-таки бросал цемент чтобы он хорошо схватывался так я мочил в принципе время от времени целый день как видите вот стык важно не перепутать чтобы половинка в одну сторону а целая часть в другую вот вот такой способ можно сделать и на всю длину но дальше я буду делать подробно подписывайтесь на канал много интересного можете увидеть это это что